Добрый день, это Василий Феофанов звонит. Смотрите, я отправил пару дней назад заявление на получение выписки из ЕГРП в форме бумажного отправления на эту бумажную почту. Вот, пришло e-mail, что Ваше заявление, номер такой, зарегистрирован на портале 2606, не прошло проверку подробности, невозможно сформировать платежную информацию. А что вот это означает, невозможно сформировать платежную информацию, что мне сделать? Это значит, что у Вас платежный код не сформировано. Вам какой-либо номер сообщили о Вашей заявке? Номер сообщить Вам? Да. 40-511-522-57. Да, сверху у Вас указано, что невозможно сформировать платежную информацию. В режиме звука не могу сообщить, почему у Вас возникает данная ошибка. Поэтому Вы можете либо новую заявку подать, а либо можете написать с помощью поддержки сайта. А, Вы знаете, уже второй раз не проходит проверку. Первый раз вообще никакого e-mail не было, только вот час пришел, когда второй раз обращался, такое письмо. А можете мне какой-нибудь там отложенный запрос сформировать? Если хотите, могу навигаться по сайту, провести по сайту. Да, зашел, да. Далее открывайте запрос, тематику, ошибки, для проверки заявки проверка не пройдена. Сейчас, а где это? Есть отдельно тематические категории. Сформирование заявок, оплата заявок. Нет, подождите, подождите, вот сверху я нахожусь. Где здесь? Чего? Вот нахожусь на Росреестр. Пооткрыли? Росреестр. А дальше куда идти? Спускаетесь ниже, в самую низу страницы, на синим фоне. Да. Есть раздел помощи и поддержки. Ага, зашел, да, туда, да. Открывайте далее вкладку ошибки при проверке заявки, проверка не пройдена. Ага, да. Да. Далее открывайте сумму, заявка не прошла, проверку, статус проверка не пройдена. Да. Пожалуйста, подождите. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, спасибо большое за помощь, до свидания. Продолжение следует... Вот еще такое.